Накануне в пресс-центре информагентства «Северпресс» состоялся брифинг с участием заместителя губернатора Ямала Сергея Карасева, заместителя председателя законодательного собрания Елены Зленко и директора окружного департамента социальной защиты населения Елены Карповой. Они рассказали журналистам окружных и муниципальных средств массовой информации о механизмах компенсации по платежам за капитальный ремонт для льготных категорий населения. Подробности у Игоря Борисова. Буквально накануне депутаты Госдумы России в третьем чтении внесли изменения в жилищный кодекс, которые дают право субъектам федерации расширить перечень в годных категории граждан. Федеральный бюджет будет компенсировать 50% стоимости взноса за капремонт инвалидам первой и второй категорий, а также семьям, имеющим детей инвалидов. Далее, внесением изменений в 169 статью жилищного кодекса закреплено право законом субъекта установить компенсацию для пожилых граждан, возраст которых сегодня 70 лет в размере 50% и 80-летних освободить полностью, откомпенсировать 100% платежей за капитальный ремонт. Оговорка и мгновенная поправка знаменательны. Речь идет именно о компенсации, а не об освобождении от уплаты взносов за капремонт. То есть абсолютно все собственники жилья в домах, включенных в региональную программу капремонта, платят эти взносы. А органы соцзащиты при наличии у вас оснований, то есть право на льготу и отсутствие задолженности по ЖКУ, перечисляют на расчет компенсацию. Это называется монетизацией. Ну а сам по себе капремонт включен в перечень жилищно-коммунальных услуг. Поэтому категория граждан, которые имеют льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг, имеют право и на компенсацию по взносам на капремонт. Выплата такие компенсации, причем без оформления заявок со стороны льготников, то есть участников инвалидов и ветеранов войны, ветеранов труда и Ямала, идет. То есть на сегодняшний момент льготники, являющиеся собственниками жилых помещений, получили свои выплаты в более увеличенном размере. Кто не получил, но как бы получил квитанции по взносу на капитальный ремонт и является льготником, нужно обратиться уже сейчас лично в органы социальной защиты. Причем для прежней категории льготников выплата увеличенной компенсации исчисляется с октября, то есть с момента начисления оплаты за капитальный ремонт. А вот для новых категорий, пенсионеров в возрасте 70-80 лет, одиноких или в семьях и совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, дело чуть сложнее. Во-первых, эти категории надо прописать в окружном законодательстве. Соответствующая работа ведется. Во-вторых, этим людям надо будет обратиться с заявлением в органы социальной защиты. В-третьих, выплата компенсации им будет исчисляться не с октября, хотя тянуть со всем этим никто не намерен. С учетом принятых поручений льгота будет распространена на 1 января 2016 года, и мы сможем, неважно, будет переходный период, когда гражданин может обратиться, и мы ему назначим с 1 января 2016 года. То есть льготы по взносам за капремонт уже есть и еще будут, но сами взносы – это абсолютно обязательный платеж для всех собственников жилья в домах, включенных в региональную программу капремонта. Обязателен он и для собственников квартир в тех деревяшках, которые, по-видимому, будут исключены из этой программы, ориентировочно в феврале. И только тогда он перестанет быть обязательным. Снимая обязанность по плате взносов на капитальный ремонт, это не исключает обязанность по проведению капитального ремонта. Это просто схема финансирования капитального ремонта вот таких домов, она будет сохранена в прежнем варианте путем проведения собрания собственников, путем взносов единовременных платежей за проведение капитальных ремонтов, сохранением мер государственной поддержки, как это было раньше в размере 85% за счет средств бюджета и 15% за счет средств собственников жилых помещений и квартирных домов. Тогда деньги с отчета регионального оператора будут возвращены гражданам, проживающим в таких домах, на счета, которые они укажут в заявлении. Их можно будет потратить на те же цели, а строка капитальный ремонт из ваших платежек исчезнет. Игорь Борисов, Кирилл Сементьев, программа «Время местное».